Артемий Магун За этим выбором кроются и другие причины. Лес – это начало-начал, преддверие концепции материи у Аристотеля, а значит, в какой-то мере и внефилософский исток философии. В конечном итоге мы ни о чем другом не говорим и говорить не умеем, даже если нам кажется, что обсуждаем что-то совсем отдаленное от леса. Выражая эту мысль на языке Бибихина, скажем, что мы захвачены первым лесным началом. Говорим мы только о нем, хотя лес вовсе не тема, а лишь возможность тематизации всего. Сужая его до темы, мы теряем то, что тематизируем, нарушаем безмолвность леса, это слова Бибихина, безмолвность леса, да и сами теряемся, как в темном, глухом, беспросветном, непроходимом лесу. Отсюда моя первая гипотеза. О лесе как таковом говорить не имеет смысла. Стоит рассуждать только о его близости. То есть мы не спрашиваем, что такое лес, и даже не что такое лес для нас, а как мы к нему. И вот мой краткий ответ – это мы к нему близко. Что же это значит? Это близость леса. Вы имеете в виду лес в Бибихинском? В Бибихинском, именно в Бибихинском. Вопрос не в том, что такое лес или материя, как я сказал, а в том, какова их близость. Ведь не что, а как. Суть феноменологического метода, которым Бибихин зачастую руководится. Он четко понимает, что в отношении леса классический философский вопрос «что это?» неуместен. Более того, такая постановка вопроса не отдает должного уважения нефилософскому лесному источнику философии. Допустим, мы серьезно зададимся этим вопросом. Что такое лес? Ответ на него обязательно будет противоречивым. Лес не равен самому себе. Он больше и меньше, чем лес. Материя с одной стороны, материалы с другой. Он живое и мертвое, растущие деревья и древесина. Он флора и фауна, свой и чужой, и так далее. Нелепо ожидать повиновения леса формальной логики. Он был до нее и будет после, несмотря на все ее усилия. У него свой логос, который, как уже было сказано, безмолвен, то есть внутренне противоречив с точки зрения формальной логики, так как один из ключевых семантических оттенков этого греческого слова – голос. «Лес определяется лишь своей неопределенностью». Да, вот именно лес Бибихин определяется лишь своей неопределенностью с этой чисто формальной точки зрения. Как же нам быть с близостью леса? Она тоже, скорее всего, совпадает с его дальностью. «Лес выталкивает нас из метрического пространства в неметрическую геометрию», – подсказывает Бибихин. «Значит, близость леса, как и близость к лесу, не означает мое местонахождение где-то на его окраине, на опушке». Она не относится, например, к тому факту, что я родился и жил на краю лесопарка Лосиный остров в Москве. Да, и само слово «лесопарк» здесь, как бы иронично, оно уже гиломорфизм, то есть слияние материи и формы, превращение леса во что-то такое домашнее, в парк. Ведется речь о близости неизмеримой, несоизмеримой с объективным расстоянием между любыми двумя точками в абстрактном пространстве. Такова близость, испытываемая, и это уже больше, чем отдельно взятый пример, двумя близкими людьми, как бы географически далеко они не находились друг от друга. Нетрудно догадаться, что близость леса Бибихина экзистенциальна, в ней угадываются черты существования и экзистенции, обусловленные Хайдегером. То есть, вот для меня, что самое интересное, это как раз экзистенциальный подход к лесу, то есть к материи Аристотеля во всех ее проявлениях. Возвращаясь к лесу, Бибихин присоединяется не только к Аристотелю, но и к раннему Хайдегеру, у которого на месте «Dasein» стоит «Leben» – жизнь. Он процеживает понимание древней доктрины одушевленности материи и более современного учения о ее чувствительности, допустим, у Шеллинга, через категории фундаментальной антологии «Dasein». Я цитирую небольшая цитата. «Недостаточно понятная интенсивность присутствия леса». Недостаточно понятная интенсивность присутствия леса непонятна как раз потому, что скрытая сторона присутствия не в сподручности лесоматериалов, и, конечно же, не в наличности, а в том, что лес существует в экзистенциальном смысле, активно ведет существование. Лес и материя близки к нам именно тем, что они, как и мы, вернее, мы, как они, или даже мы через них – «Dasein». Давайте вдумаемся в формулировку недостаточно понятной интенсивности его леса присутствия. В этой недостаточности остается доля понятного. Мы далеко не ошибаемся, когда воспринимаем лес как лесоматериалы. Раз и навсегда сподручность и наличность отбросить нельзя. Как телесное присутствие человеческого «Dasein», так и присутствие леса сплетает эти модальности бытия с его необъективностью, то есть жизнью. Существование, экзистенция заключается в своем неполном, вечно неполном превращении в реализованный проект. Материя в значимой степени представляет из себя леса или стройматериалы, для такой реализации. Вегетативный рост – лучшая иллюстрация самоорганизации материи, связанная именно с отмиранием. Дерево подтягивается вверх, вырастает из хрупкого ростка, крепнет благодаря своему окаменению снаружи. Оно опирается на отходы своего же питательного процесса, живя на своем отмирании и питается своими же отходами, опавшими листьями, сгнившими в компост, допустим. Так и мы опираемся на свой мир в экзистенциальном смысле этого слова, ища поддержку в результатах отмирания и нашего человеческого, и леса, превращенного в стройматериалы. Разве что в процессе конструирования нашего мира мы забываем, что то, из чего мы созидаем материя и труд прошлых поколений, уже давно создало и в какой-то мере продолжает создавать свой мир вокруг и внутри нас. «Наше отношение к лесу продолжает быть интимным», – пишет Бибихин. «На фоне экзистенциального толкования материи и леса надо понимать эту интимность как сближение двух миров, причем не снаружи, а изнутри, так как наш мир вращается в утробе материи». То есть сближение не наружнее, а изнутри утробы материи. Если мы внутри леса, как в утробе матери или материи, то далеко нам от него не отойти. Бибихин неустанно повторяет – «материя не противостоящая, а подлежащая». Другими словами, не объект, а субъект, подлежащая, которая подлежит определению его словами. Вот перед нами еще одно доказательство экзистенциального подхода к материи. Ее близость ощущается снизу, подлежащая, снизу. Она прилагается ко всем проектам, как их основа, и непревосходимое начало. Но ведь подлежание можно было назвать более точно субстанцией. Субстанс – то, что под или предстоит. В субъекте, субъектум от субицию, от латинского субицию, бросить под, преобладает бросок, подброшенность. И с ней тот риск, когда бросают по-настоящему, без страховки, как говорит Бибихин. Подброшенная материя не придает стабильности. То есть она не подлежит как стабильный субстрат. Она как субъект подброшена. Подброшенная материя не придает стабильности, присущей подлежащему. Бросок – нас и материи всего один. Мы брошены с ней и в ней. Хотя в нашем понимании, а может быть и в любом понимании, в понимании как таковом, траектория броска расщепляется на две противоположные части, более или менее отдаленные друг от друга. Здесь близость ни в коем случае нельзя воспринимать как новое сближение траекторий субъекта и объекта после долгого периода отчуждения, скажем, от природы. Лес и материя приобретают в философии Бибихина оттенки дазайн. А наша с ними брошенность – это частичка одного и того же события. Все же близость леса, определимая снизу, довольно обманчива. Он не тянется вверх, как бы, к отдельной и отдаленной сфере идей, а к самому себе, к полноте своего существования. Не будем мы удивляться такой путанице. Лес по Бибихину заставляет человека терять ориентацию, а значит путать правое и левое, назад и вперед, вверх и вниз. То есть вот это вот подлежание леса, возможно, под… на самом деле не значит, что что-то под нами, так как в лесу мы всегда теряем ориентацию. Без этой ориентировки метафизике ни шагу не ступит, без этой ориентировки особенно вверх и вниз. А остается одна сплошная середина, опять же символизируемая деревом, которое, как замечает Бибихин, это его слова, живет на кромке себя и растет одновременно вверх и вниз. Существовать значит находиться посреди леса, в середине, которую мы не покидаем, вне зависимости от того, в каком направлении движемся. Да и сам лес находится всегда посреди самого себя, поэтому живет он, говорит Бибихин, как-то сам собой, не умеет быть своим. Та же середина, уже заключенная в дереве, из которого изготовлен крест, появляется на пересечении горизонтали древа жизни и вертикали древа познания. Итак, на формальном уровне близость леса означает близость всего ко всему, что посередине, в сердце существования. Не станем пока вдаваться в подробности навеянного святым Агустином креста как символа духовной материи или намеренного одичания образа материи как сад в саду, культивируемого у лейбница. Наша цель – осознание близости леса, не только формальном, но и в полном экзистенциальном ее значении. Лес Бибихина оказывает на нас психотропные эффекты. Да, психотропные. Оттесненный снаружи, он въедается внутри в форме табака, вина и наркотика. Современный город не способен его избежать. В буквальном смысле психотропия означает поворот души. Тропос – поворот души. К чему остатки леса в городе поворачивают душу? И здесь мы приходим опять же к вопросу завороженности в этой тематике психотропии. Уверен, что если бы мы спросили Бибихина, к чему остатки леса в городе поворачивают душу, то он бы ответил – к телу. Тело вместо того, чтобы огораживать нас от материи, погружает в нее, как говорится, с головой. Оно вообще синегдоха леса. Во всей работе Бибихина, я думаю, не только в этом семинаре. Тело – это синегдоха леса. То есть часть материи, которая заменяет то целое, в котором участвует. Цитирую. Вместе с моим ближним телом дан сразу весь мировой лес, в который оно врастает, и другие тела, с которыми оно связано по существу так же, вбирая как части одного тела, связанные друг с другом. Близость к телу переходит в близость ко всем телам, а затем и в близость к лесу. С Бибихиным мы снова карабкаемся почему-то напоминающему лестницу любви в пире Платона. Только путь этот пролагается не к идее красоты, а к неопределимости материи. Нестерпимая близость к лесу, к телу, где каждая клетка уже сама по себе лез, лес в лесу, как вариация на тему «Сад в саду лейбница», это близость и есть продукт безмерности, несоизмеримости и неметричности лесного пространства. Материя не представляет собой хаоса, но когда порядок целиком отожестляется с абстрактным рациональным упорядочиванием, тогда материя предстает перед нами как вакханалия, как пожар, словами Бибихина, в который бросаемся, или вещество, в котором легко утонуть. То есть вот эта вот завороженность – это результат разделения между абстрактным рациональным упорядочением с одной стороны и тем, что не подлежит этому упорядочению с другой. Забывается в то же время порядок самого леса. Вот именно поэтому мы завораживаемся и бросаемся в этот пожар или тонем в веществе. Снова ноль устойчивости. Раньше в броске подчеркивался элемент воздуха. Сейчас тоже не земля, а огонь и вода, пожар и вот тонущие вещества. Мы, городские, находимся одновременно слишком далеко от леса и слишком близко к нему. В любом случае всем правит избыток. То слишком, которое врывается в наш, казалось бы, упорядоченный мир и вырывает нас из него. То, что дает мир, то, из чего все в мире сделано, забирает чувство стабильности, въедаясь в нас. Обратной стороной близости леса является наше выхождение из самих себя, экстаз. Лес в нас входит, мы из себя выходим. Лес провоцирует, заставляет нас выйти из себя, а значит, стать более сходными с ним. Вспомним, что он и сам какой-то не свой, а другой. В нем, цитирую, другие мы присутствуем, мы с другим сознанием. Конец цитаты. А выход из себя подразумевает вход во время. То, что выталкивает нас из самих себя, как раз и есть существование в полноте смысла дозаин. Прежде чем двигаться дальше, обозначим важнейшее различие между мыслью Хайдегера, лексикон, которого мы постоянно, я бы сказал, бесстыдно используем, и философией Бибихина. В глазах первого Хайдегера целая пропасть расстилается между человеком и другими живыми организмами, растениями и животными, не говоря уж о неодушевленных предметах, таких как камни. Имя этой пропасти – экзистенция. По Хайдегеру камень есть, но он не экзистирует, в то время как существование неизбежно скатывается и падает в мир материи. У Бибихина, наоборот, цитирую, «материя все чувствует, но словно во сне. Жизнь – это когда материя просыпается. Лес совсем уже недалеко от нас. Лихтун, где бытие Хайдегера принимается и понимается, это не что иное, как лесная поляна, прогалина, просвет. То есть деревья хоть немного, но разошлись и пропустили свет, лихт, пролитый в кусочек темного леса или материи. Бибихин, в свою очередь, не прибегает к такой уловке криптоидеализма. У него лес не только окружает вплотную, но еще и растет на нас, в нас, в качестве нас. То есть просвета нет. Мы окружены лесом со всех сторон. Он настолько рядом с нами, что забирает в себе и вбирает в себя все интимно наше. Лес Бибихина беспросветен, поскольку не пропускает посторонний свет, хотя и обуславливает некое свечение в результате своего сгорания, как жизнь, как нефть и в конце концов сам по себе». То есть единственный просвет, который мы имеем, это просвет самого леса, не в нем. Просвет Хайдегера отделяет нас от леса и от самих себя. Наперекор его замыслам намечается тенденция к расширению открытости и к уничтожению ее собственного скрытого элемента. Поляна превращается в просеку, просека ведет к дальнейшей вырубке, пока не становится ясно в таком вот стремлении к всеобщей ясности, что, говоря словами Бибихина, люди готовят себе пустыню. Пустыня в данном контексте это открытое физическое пространство, где, кстати, также трудно ориентироваться, как в лесу, и просто безграничная открытость, заветная мечта любого идеализма образумить материю, желательно без остатка. Вглядевшись получше, поймем, что в нашей поздней цивилизации идет борьба между тотальной идеализацией и теми остатками леса, теми ошметками материи, которые Бибихин сконцентрировал в трех словах кока, табака, вино. Но расчистить лес не значит идеально очиститься от порочной материи, а наоборот захламить мир и себя ее остатками. То есть очищение, вот эта пустыня, она не опустошена, она, наоборот, наполнена хламом, остатками леса. Близость леса тоже, конечно, не первозданная невинность, отличающая любому суваж, русо. В духе постметафизической мысли она, то есть близость, способствует узнаванию в нас самих остатков леса, его отбросов и к тому же самых зловонных, ведущих к катастрофическим уровням углекислого газа в атмосфере и глобальному потеплению. Брошенность экзистенциализма давно лишена какого-либо пафоса. Она должна переводиться сегодня не иначе, как выброшенность, как вынос на помойку самих себя вместе с другими остатками леса. Если верить Бибихину, Аристотель об этом как-то смутно догадывался уже, понимая землю как свалку, куда все минимально тяжелое падает. Я не зря заострил внимание на чуть ли не полной идентичности между нами и лесом, или, если хотите, между остатками леса и нами, как его отбросами. Вот так, скажут, заветная мечта идеализма превращается в жуткий кошмар. Но нас волнует другое, а именно близость леса. Что же это за сближение, которое можно спутать с полной идентичностью? Мне кажется, вот что. Мы – это близость леса к самому себе. В нас материя вроде бы пробуждается абсолютно и, пробудившись, осмысливает себя. Но, как любая позитивность, отданная на растерзание сознанию, она отрицает себя же. В нас, через нас, лес подходит близко не к тому или иному предмету, а к себе самому. И в апогее такого совершенного возближение вдруг резко отходит, разрушается. Его вырубка и расширение пустыни – это символы и в то же время прямые последствия осмысления. Мы стоим и падаем вместе с лесом, а он тоже стоит и валится, распадается вместе с нами. Такова взаимосвязь броска, точнее, брошенности леса и нас, которую я уже не раз упоминал. В ней, в этой взаимосвязанности прослеживаются две как будто противоположные гипотезы. С одной стороны, констатируем подавляющий перевес материи, присваивающий себе человека без остатка. Вопрос Бибихина «Что остается от человека, когда он весь тонет в лесу?» С другой стороны, лес подвержен неумолимой силе разрушительного идеала. Перефразируем вопрос Бибихина и получим «Что остается от леса, когда он весь растворяется в человеке?» Но позвольте спросить, откуда здесь берутся две стороны, тем более противоположные? Мы узнали уже, что лес не терпит противоположностей. Что же происходит здесь? Поглощение, уничтожение, вырубка леса человеком – это поглощение, уничтожение, вырубка леса лесом. Следуя Бибихину, заметим, что в этом исчезновении, как и в сжигании нефти, лес все-таки близок к нам, открыто и негативно. И добавим, на грани небытия лес, который к бытию всегда тянется, остается близким к себе, как к другому. Таким образом, мы находимся в эпицентре самой странной близости леса. Бибихин соглашается с доводом Хайдегера, что человек неопределим, и потому открыт. Правда, добавляет, что, цитирую, то, с чем человек, прежде всего, имеет дело в себе и на земле, это неопределимое, лес. Конец цитаты. Нет весомой разницы между неопределимостью человеческого существования и существования всей земли. Оба вида жизни – это грани неопределимости леса. Близость леса в том и состоит, что человек представляет собой одну из его открытых, никогда не реализованных возможностей. Вместо просвета в лесу философия Бибихина нас ожидает лес как просвет, как открытие и закрытие существования человеческого и не только. Свет не сходит до леса, там, где он менее густой, а исходит от него. Свет исходит от леса без постороннего вмешательства. Так проявляется особая феноменальность безмолвного логоса, который я затронул в начале моего комментария. Лес нельзя тематизировать как раз потому, что любая тематика нарушает его безмолвность, затмевает его собственный свет и тем самым разрушает его как феномен. Возможно, слово близость слишком позитивно для описания нашего отношения к лесу, в отсутствии языка, на котором можно было говорить о нем. Что ж, если нет такого языка, тогда его надо изобретать, причем каждый раз заново, имея в виду, что каждая попытка изобретения, безусловно, обернется провалом. Так поступает и Бибихин. Но ведь в схеме существования удача и неудача понятия относительные. Возможности превалируют над своим воплощением в реальность, и поэтому успех совсем не в учет. Можно либо опустить руки и признать бесплодность перевода безмолвности леса на человеческий язык, либо научиться подходить к лесу не напрямую, а в обход, полагаясь на негативную форму близости, как отдаление, то есть снятие дали. Опять же, слово Бибихина – отдаление. Он его разбивает на две частички. Отдаление. Отдаление, энферну, конечно же, опять же, термин Хайдегера, относящийся в первую очередь к созданию мира феноменологии. Создавая свой мир, а значит и себя, человек преодолевает нефизическое расстояние между собой и частями своего окружения тем, что придает им значение и расставляет их по местам вокруг себя. Как раз поэтому, замечу мельком, Бибихин утверждает, что человек по сути своей неуместен в буквальном смысле. Расписывая места всему вокруг, он не занимает определенную позицию смысловой сети, которую вьет как паук. И все же то отдаление, которое создает мир, предполагает еще более раннее отдаление, одновременное снятие и сохранение расстояния между нами и лесом, между нами и материей. В такой отдаленности леса от нас развертывается весь мир в этой вот разнице внутри, которая в то же время внутри самого леса. Здесь можно, наконец-то, казалось бы, вздохнуть, а не задыхаться в плотном ряду живых существ. Но не успеем вобрать этот долгожданный глоток свободы, как тут же понимаем, что человек и нефизическое расстояние от леса, открытое отдалением, все равно принадлежат лесу. Разница между нами и лесом разворачивается, как ни странно, в лесу. Сам факт, что мир не создается своевольно, а дан заранее через язык, через традицию и так далее, для дальнейшей интерпретации свидетельствует о его статусе вторичного материала для активного осмысления. В качестве материала мир тоже материя, а обособленная часть леса зачастую не ведущая о своем происхождении. Человеческая захваченность миром есть не что иное, как след леса в нашей психике. Цитирую. «Происхождение живого и человека надо искать очень близко в нашей захваченности миром, которая не другая у нас, чем у всего живого, и не другая сейчас, чем в начале всего». Конец цитаты. «Захваченность носит элемент пассивности в любую активность человека. Она не менее сильный психотропный препарат, чем наркотики». Опять же, возвращаемся к тематике предыдущего доклада. «Оказывается, мир нам полностью не принадлежит, а мы принадлежим ему и через него лесу». В понятии отдаления наблюдается игра близости и дальности без следа противоположности. Все зависит от того, как отдаление воспринимается. Если как превращение леса лес превращается или будет превращаться, говорит Бибихин, то получим крест на пересечении древа жизни и познания. Если как отчуждение от природы, то выйдет абстрактная схема креста под названием культура. В любом случае сбежать из леса не удастся, поскольку он двоится, вбирая в себя даже кажущиеся противоположности и тем самым отражая жизненный процесс растения, которое, говорит Бибихин, пропускает, допускает в себя много того, что ему не обязательно принадлежит. Конец цитаты. Как растение допускает в себя избыток влаги, так и лес пропускает в себя нас, ту свою избыточную, лишнюю, выброшенную часть, которая отрицает его. И двоится он так же, как растение, к примеру, в элементарных формах религиозной жизни Эмиля Дюркайм. Помните, там одно дерево, не одна вещь, а сразу две. Оно и дерево, и мана, зачаровывающая сила жизни, объект поклонения древнего шаманизма и анимизма. То есть, дерево, одновременные растения и что-то другое, знак сверх самого себя. У Бибихина встречаем нечто схожее в так называемой загадке леса, в которой, в этой загадке, пишет Бибихин, дерево двоится на дерево и крест. Полярность входит в саму жизнь. Совсем не... Конец цитаты. Совсем не важно, к какому полюсу мы приближаемся. Загадка леса в том, что, несмотря на все наши метания между деревом и крестом, вещью и знаком, природой и культурой, мы все же остаемся от него в близком отдалении. Раздвоение леса заставляет нас корректировать толкование его неметрического пространства. Сперва нам показалось, что Бибихин просто прибегает к вариации на тему феноменологической редукции Гуссереля. Он сам об этом объявляет открыто, говоря о возвращении к более ранней геометрии, антологической, бытийной. И это продолжает он, цитирую, «настоящая философия. Она сразу и очень круто вводит в настоящие трудности, сразу возвращает к лесу, к дереву, к материи, к кресту, к материальному от идеального». Конец цитаты. Но раз уж разговор зашел о трудностях, то на самом деле не все так просто. Загвоздка, как гвоздь на кресте, в том, что нет прямой дороги от идеального обратно к материальному. Близко к материальному как таковому не подойти. В наилучшем случае мы достигнем раздвоенного леса, то есть уже расщепленного, разбросанного на деревья и кресты вещи и знаки. Раздвоение леса требует от нас обратить внимание на идеальность, неотъемлемую от материального, как это уже однажды сделал святой Агустин, который твердил в своих проповедях о кресте, как о лодке, сделанной из древесины, поддерживающей грешного человека на плаву, бушующем море соблазнов. То есть уже идеализированная материя креста Агустин. Дерево креста у него несомненно олицетворяет легкую материю, проникнутую духом насквозь. В отличие от неорганического, каменного, тяжелого закона Ветхого Завета, который, согласно этой логике, неизбежно тянет ко дну, оно перерождает саму материю, сам лес в духе, но тем не менее сохраняет и качество материи. У Бибихина подобное заключение основано на категорическом отказе приписать Платону банальный дуализм. Эйдос – это сама полнота леса, над которым мы в современном понимании, под которой мы в современном понимании подразумеваем генетический код или другую программу, расписание нашей генетики, говорит Бибихин, а следовательно идеальность материального. И заключительная мысль на сей раз о внимании, за которое вас благодарю. Как же нам обращать внимание на что-либо, если объект всегда раздваивается? Одно – это всегда два. Как же обращать внимание? Пытаемся разглядеть дерево, но тем самым отвлекаемся от креста. И наоборот. Или пытаемся разглядеть само дерево и всегда подходим к знаку. Пытаемся разглядеть знак и теряем дерево из вида. Лес включает в себя сразу оба момента, которые, вопреки их непротивоположности друг другу, не объять одним взглядом. Внимание рассеивается даже в наивысшей сосредоточенности. Бибихин может говорить о молитве как высшей форме внимания, чистого. Но если мы действительно принимаем всерьез то, что объект внимания раздваивается, то и внимание рассеивается. Оно не бывает чистым, как бы этого не желала феноменология. Лес где-то близко и совсем далеко. Как раз в подходе к вниманию я расхожу с Бибихиным во мнениях, но все же оставляю последнее слово за ним. Цитирую. «Как лес мы тварь, но как предъявляющие, как чистое внимание, как феноменологи, мы отдельны от леса, божественны. Мы тогда поэтому тоже делаем с лесом, что хотел Бог». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Это ваш доклад. Сейчас вопросы. Аплодисменты доносным 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 скажите, пожалуйста, спасибо за замечательный доклад. Но лес, что это такое? Не знаю, это метафли, это образ, это категория, или что там еще, концерт. Ну, как я сказал, вопрос, что это такое, возможно, неуместен здесь, потому что лес, как гилия у Аристотеля, это не совсем концепт, это предконцепция материи. Предконцепция. То есть именно философский арсенал здесь нам не совсем помогает. Вопрос, что это такое, это коренной вопрос философии. И поэтому мы входим сразу же в тупик. Поэтому я и предлагаю, что поменять форму вопроса не, что такое лес, а как мы по отношению к нему. Как мы по отношению к нему, это второе. Или как он по отношению к нам. Если можно. Вот есть такая опция в компьютере, когда мы одно слово во всем тексте можем заменить на другое. И я составил список слов, на которые можно заменить слово лес. Это океан в известном фильме Рен, да? Это степь, в смысле гумирен. Это город, или лучше мегаполис. Вот особенно мегаполис, это все, что вы рассказывали мегаполис. Это про мегаполис. Это философия наша мать. Это искусство. Это Бог. Ну и наконец в утешение диалектическим материалистам все, что вы сказали о лесе, все можно сказать о мотиве. Вот. Или нельзя, или это будут другие тексты. Но суть моего вопроса собственно в том, что вы выразили некую органистическую такую или может даже органистическую позицию по отношению к определенному ландшафту нашего бытия. Или я ошибаюсь? Выбор леса здесь... Выбор леса обусловлен конечно же историческими причинами, потому что как я сказал, это в общем-то слово Аристотеля. Вот так Аристотель выбрал лес для понимания материи. И здесь что важно, сама специфика леса в том, что он представляет из себя и живое и неживое, то есть как я сказал, древесина и деревья. Мы можем одним и тем же словом с океаном это не выйдет уже, с городом тоже. То есть вот это поглощение противоположностей здесь важно. Можно конечно говорить лес или материя, но материя это уже формализованная формула леса, скажем. То есть само слово материя противоречиво тем, что оно слишком формализуется, то есть теряет свою тяжесть, свою весомость. Маркс говорил, материя у Бекона улыбается своим чувственным блеском. Но вот в этом смысле. Это не возможно? Да, ну вот то есть вот что вы имеете в виду? Материю можно понимать чувственно? Понимать чувственно не совсем. Я бы опять же здесь вот подходим к тому вопросу, что материя возможно вся одушевленная. Вот я затронул эту тематику тоже. Но вместо того, чтобы впадать в какой-то анимизм, здесь я считаю важно процежить это одушевление через экзистенциализм. то есть именно в этом привлекателен для меня проект Бибихин. Именно в этом я различаю сближение с моим проектом по пониманию жизни растений. И вот эта пропасть, которую Хайдегер открывает между человеческим существованием, человеческим бытием и существованием животных и растений, допустим, она уже как-то уравнивается, если это одушевление понимать через экзистенциальную призму. Вопрос от Сергея Ситовича. У меня несколько вопросов, несколько небольшое замечание, продолжающий вот этот уже начавшийся разговор о самом базовом концепте или не концепте. И я был особо рад увидеть вот эту тему, потому что этот курс стоит среди курсов Владимира Вениаминовича особняком. Я бы сказал, что это квинтэссенциально бибихинский текст. Особенности Володиного философствования здесь сгущены как фокусе. Здесь, как говорится, бибихинские стратегии философствования даны и в своем общем, и в своем особенном. В своем общем здесь. Вот вы об этом сказали. Очень хорошо, что, собственно, дальше обсуждение разговора о лесе никуда в конкретику вам за это небольшое время так и не удалось пойти. Вот слушатели надеялись, что и про автомат будет, может быть, про муравьев и много про что. До этого не дошло дело, и это абсолютно симптоматично. Еще и на этом начальном уровне надо сначала долго-долго говорить. Ну, сначала про эту пресловутую неопределенность. Это общая бибихинская философская техника. Его стратегия начала философствования. Лес определяется своей неопределенностью. Владимир Вяний Иванович здесь находит очередной в своем духе остроумный способ отказаться от работы определять. Обычная стратегия развертывания философского дискурса дадим некоторые исходные дефиниции. Стратегия философствования у Владимира Ивановича докажем, что нельзя и не надо давать дефиниции. Разговор об энергии начинается с того, ну, по ходу понимается. Первое понимание об энергии и ее неопределимость. Почему неопределима энергия? А вот она принадлежит к тем избранным и главным предметам, которым дефиниции давать нельзя и не следует. Нет этих дефиниций, потому что эти главные вещи, они сами определяют все. Это что называется хэт-трик в случае разговора, как начать разговор об энергии. Двернется, а вот неопределимость, это бибихинская контрсистемность, контрсистемное философство, где развивается вот. Для начала я докажу, что никаких определений с меня не требуете, не будет определений. это общая дефинистская. Но есть и очень важное особенное случай леса. Тут вот что в самом выборе базового концепта леса заложено такой очень существенный прием захвата смыслового пространства. Вот я вот вопрос. Так это метафора или это не метафора. В этом друзья все и делают. Это и метафора. Выбрав такой вот магический концепт, Владимир Генианович сразу же совершает что? Вот в этих терминах о нем правильно начинали говорить. Он совершает захват. Таким выбором концепта совершается захват некоторого смыслового коридора, смыслового пространства. Есть дальше пойдет разговор о весе и все время этого разговора будет ясно, что здесь есть в этом разговоре метафорический пласт, от него не уйти, он не устранимый, а есть еще другой, какой? Не один. Дальше можно это обогащать этологией, онтологией, что в первую голову всего известно. То есть у нас сразу существенный семантический и смысловой коридор. Философ захватил себе пространство, такой образцов модельный бибихинский захват. И вот в этом захваченном пространстве и пишется книга. И вот добавлю к этому как раз, что Бибихин именно этим захватом пишет о лесе по-лесному, потому что лес окружает, ведь он не дает никуда ступить и также окружает захват этого смыслового пространства, где не ступить в сторону, мы не можем отступить и сказать это только метафора или это буквальный смысл. Я хотел сказать, эти исходные выборы это такие квинтосоциально бибихинские приемы философства. Это такой модельный бибихин. Году 2000 вовремен Вениаминович уже в своем зрелом он расправляет плечи с самого начала до первых страниц. Это выбор письма философского. Он здесь очень особый и уникально бибихинский. Спасибо. Спасибо. Игорь Михайлович. Пожалуйста, еще вопросы. Я хотел вызвать знакомые свежищи. Лес, который увиден глазами бибихинских, и лес, который видит Деррита глазами конца. Это один этот же лес? Либо это разные места? Я бы сказал, что лес глазами Деррита более формальный все-таки. То есть там тоже идет захват пространства. Тоже в общем-то можно сказать, что распадается отделение метафорического от буквального. Но сама игра идет на более формальном, на более абстрактном уровне. Здесь мы действительно спускаемся по этому столько ботанических, биологических примеров, ссылки к генетическому коду, потому что мы спускаемся действительно внутрь леса. То есть вот в эту тробу, о которой говорит Бибихин, у Деррита все-таки такого нет. Вот такого именно опускания до уровня леса. Пожалуйста, еще вопросы. Наш господин из Лос-Гры. Спасибо. Спасибо за доклад. Я Сергей Сергеевич хотел бы задать вопрос про муравьев. Потому что безусловно, конец этой книги он самый, мне кажется, впечатляющий. И хотя Михаил до него даже не дошел, Бергер, Брюка, гипотезы Геи, но вот об этом следовало бы сказать. Вот наоборот отношений. Мне довелось пару лет назад в Петербурге делать доклад по этой книге в сообществе биологов. А тема у нас была междисциплинарная. Современная простисциплинарность, теология, наука и философия. И я попытался прочитать этот текст не только как историко-философское феноменологическое упражнение на тему Юля, но именно как вклад в современные дискуссии в области биологии. И вот к такому тезису я в итоге пришел, что по сути дела конец книги Григорий Бихин пишет как раз об успехе, об энергии, о выборе приемов, через которые живое достигает как раз своего успеха. Приводит нас к тому, что по сути его подход можно обозначить если не как неоломархизм в биологии, то как минимум неоломархизм. Как бы вы неслись неоломархизмом? Как бы вы неслить такого роза характеристов? Потому что там есть мощная дискуссия с Дармом, естественно, и вот ломарх часто упоминается. Вот мне показалось это вполне грузибельно. я бы выбрал сторону неоаристотелизма здесь. И Аристотель именно через призму Хайдегера. Мне кажется, что через весь семинар идет один смысловой поток, который опирается всегда на этих двух мыслителей. Ламарк и Дарвин, да, мне кажется, что, не буду вдаваться в подробности, но мне кажется, что Бибихин предпочитает как бы разрешить конфликт между ними, то есть показать, что они две стороны одной и той же медали, да, то есть он не выбирает стороны здесь. Так что вот неоломархизм, да, и в смысле успеха, опять же, здесь вот то, что меня волнует немного, это как раз противоречие между понятием успеха и экзистенциальным слоем, да, то есть вот в смысле экзистенции успех не считается как бы высшим достижением, потому что возможности стоят выше, чем актуальность, чем то, что есть, да, поэтому успех или провал с экзистенциальной точки зрения абсолютно не важны. И здесь вот Бибихин выбирает как раз слово годность, да, то есть годность в смысле он придает этому слову свой смысл. Это Дарвиновский. Да, Дарвиновский. Да, да, вот, так что успех, опять же, считаю, что здесь как бы если даже есть отход от экзистенциального слоя значения, то он опять же его прибирает к своей тематике тем, что придает ему другое значение. тем, что интересно так. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Я понимаю перспективы политиков план стаи и феноменологический анализ. Но я бы хотел задать свой вопрос в перспективе то, что критика идеологии и идеологическая история, феноменальная история, все-таки для меня понятия леса честно связана с идеологизацией этого реномена. Самый такой пример это Леонов роман «Русский лес». Считал проблемы, когда мы здесь лес как в книге символ национального германии. Мощрительская традиция начинает. Даже я видел сборник был вызван немецкий лес как фигура мысли как рассобрание начинает с миф о германцах и кончая национал-социалист вот этой ботанией где показали как лес играют центральный урок в таком метафорическом и логическом конструировании национального сообщества. Лес наш дом национальности и национальности. А вот как вы считаете перспектива дивизии невозможно в этой перспективе совместимые амут делая свою работу буквально по внутренней политике русской традиции русский лес национал-социалист или это исключительно феномагические которые никак не связаны с идеологизацией леса как нет какой-то фигуры по идеологии я думаю я думаю что вы правы конечно же есть идеологизация леса как вы его называете и здесь просто невозможно от этого отмежеваться от культурного слоя как бы значения но в то же время в то же время кажется что лес он преодолевает как бы границы культурные в то же да он становится фигурой и универсальной и особенной то есть вот опять же не можем разделить и сказать вот это типично немецкое типично российское понимание здесь да есть типично какие-то типично культурные моменты определенных регионов допустим но в то же время он и самое универсальное понятие то есть мы можем говорить о нем и на самом конкретном уровне и на самом универсальном именно потому что он нас вобрал в себя уже то есть вот эта вот критика идеологическая она не посторонняя критика она не стоит в стороне от критикуемого концепта а она уже внутренняя она уже вобрана в него вот если комплектизировать простите этот идеологический момент то я бы его огонь такую для начала новую рабочую форму что идеология которая там сквозит это то что называется радикальный экологизм и этот радикальный экологизм должен был стать и решением другой очень существенной темы которую владимир лениаминович перед собой ставил как я говорил в моем докладе он говорит о современной ситуации с энергией и собирается я бы философствовать вокруг этой современной гонки за энергией вокруг факта что как он говорит человечество пристрастились к энергии но не успел разум так вот очевидно как раз через лес он собирался подходить к решению через радикальный экологизм вот если в этом плане вы не думали немного в этом направлении да отсюда лежит путь к решению вот этой важной беличинской темы что бы он нам сказал если бы еще немного успел в свете позиций леса про современные отношения с энергией да я полностью с вами согласен здесь в общем наблюдается такая же мне кажется тенденция сужения семантического то есть так же как лес сужается до материи то энергия сужается до энергетики да вот и именно поэтому судьба двух концепций в общем-то связана но не только поэтому не только лес велел бы с этим делать да ну чтобы да ну в общем-то вот опять же другой другой узел здесь вот который связывает энергию лес это сгорание да сжигание и он когда Бибихин пишет об этом вот о превращении леса в энергию то есть о нефти которая тоже была лесом когда-то давно он в общем-то вот включает нас в это сгорание да то есть опять же вот я подхожу к теме доклада сгорает не только лес мы сгораем с ним и как как он да то есть не только там поджигаем любые в общем-то возможности для будущего планеты для будущего человечества но и думаем о себе как существа которые сжигают энергию то есть мы сжигаем калории да вот все по тому же принципу и движется по принципу превращения энергии в энергетику и здесь в общем подход возможный подход будет не просто возвращением к энергии а расширением значения энергии значения леса и в общем-то вот не просто охраной окружающей среды допустим а именно уважением ее собственной логики да ее собственной не только логики а ее собственному экзистенциальному порядку я бы сказал да вот здесь вот такой принцип намечается уважение собственному экзистенциальному порядку не только окружающей среды как обобщенной тотальности а вот разных видов форм жизни которые населяют населяют лес в этом плане вы не думаете что в этом экологическом решении убивихина обязательно предполагать античную компоненту это не просто какие-то современные рецепты такого или иного возврата как радикальный зеленый и тому подобное у убивихина мысли возврат только на античной основе ну как файделера необходима регенерация того отношения которое было в античном сознании да в каком-то смысле я замешиваю на античности должен быть да да в каком-то смысле если опять же возвращаемся к Аристотелю то можно вернуться к примеру разных типов души да там вегетативная душа душа животного и так далее то есть вот понимание этих концепций Аристотеля не опять же через анимизм и так далее а через экзистенциальную проблематику вот я считаю в этом лежит и ключ который и Бибихин сам бы возможно согласился с этим с этим решением да воскресение вот концепции души нечеловеческой древних греков через определенные течения современной философии Хайдеггера допустим спасибо большое спасибо 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 да спасибо но вот в двух словах особенно не перескажешь но то что я понимаю под понятием вегетативной демократии это как раз понятие разрастания да вот это буйное разрастание растения с которым если не если его не вырубать и даже если вырубать она будет расти еще быстрее да бурное разрастание во все стороны сразу и вверх и вниз и в другие стороны это вот я взял как концепцию понятия роста но феноменологического понятия роста в трех плоскостях рост на чем-то рост к чему-то и рост с кем-то и чем-то да и я просто читаю что вот опять же почему мне нравится подход бибихина потому что он не хотя он дает много примеров из мира животных он все-таки вот в понятии лес он подчеркивает что это не только животное это и флора и фауна в одной в одно и то же время он не не как бы концентрируется на на этом вот привилегированном примере в истории философии и поэтому разрастание принцип роста это принцип растительный да если мы возьмем это за основу переосмысления не только материи но и наших общественных социальных политических процессов то возможно откроется какое-то новое направление мышления допустим возьмем даже вот вчера я говорил о понятии движения до политическое движение обычно понимается как движение животных то есть вот передвигаются люди если этим идет демонстрация они шагают по улице продвигаются как как допустим стадо стадо животных но движение у аристотеля подразумевает под собой четыре разных понятия не только передвижение с места на место но и рост гниение и метаморфоз изменения состояния то есть растения двигаются в этих вот трех плоскостях и если мы продумаем допустим движение политическое на основе растительного движения то выйдут возможно новые некие формы политические которые к нам тоже могут быть близкими то что вы описываете это распространение подхода бионики заимствование парадигм биологических систем на ну в обыкновенном смысле биониках разные сферы технологии а вы говорите что и в гуманитарную сферу эти парадигмы тоже переносима это безусловно бибихин лес к этому прямо подводит только у него по моему сам термин бионика не употребляется но все это вместе написано да мы должны будут усваивать вот эти парадигмы и следующее наш это опять конечно архаизация разумеется проблема в том что это бионика в общем как вы ее называете она действует не только вот осознанно но обычно и за нашей спиной так что вот когда воспринимается движение на модели животного это не как бы именно вот решение до того кто толкует какой-то какой-то феномен а предрассудок я бы сказал и в общем вот вопрос не в том что лучше модель животного модель растения а в том чтобы понять что мы возможно никогда не можем не сможем избежать вот такого подхода и хотя бы иметь представление о том как мы пользуемся этими всеми вот феноменами из мира природы то есть опять очень органический бибихинский способ мышления показать что вот этот мир не позади нас а впереди вот такие бибихинские инверсии типичная концептуальность и надо к ним нам к ним продвигаться да этого прогресса такой противоположны растения и животные как вот контекст киевича доклад уже нет они они не противоположны так как и допустим опять же возвращаясь к бибихину лес вбирает в себя и флору и фауну рост это принцип которой и вегетативная душа аристотеля это самый как бы низкий но в то же время самый обобщенный клас души То есть, вегетативная душа присуща растениям, но также и животным, и людям. Только к ней прибавляются у нас другие уровни также. И можно спорить о том, если эти другие уровни – приложение снаружи, или если это какие-то мутации внутренние, сублимации, скажем, самой вегетативной души. Я предпочитаю вот этот второй подход, что душа животного Аристотеля и человеческая душа – это сублимированные мутации души растений. Именно поэтому я считаю, что, опять же, я начал говорить о том, что возвращение к истокам как к чему-то, что впереди нас. Вот растение, если это такой исток, растительная душа, то оно совершенно неосознанно еще, но впереди осознание. И это для нас будет не только понимание растительного мира, но и самоосознание, во-первых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!